долгое утро мы начинаем новый объект мы находимся не в городе мы снова куда-то уехали здесь у нас не знаю сколько квадратов где-то 110 120 примерно может что не знаю будем заливать делать гладкий бетон с деформационными швами ну и все все покажем как обычно расскажем короче у нас тут дождь начинается апокалипсис скоро будет и у нас этот бетона сегодня не будет потому что сегодня день россии а мы не знали и там по погоде когда передают фиолетовую тучку вот есть серая синяя есть терная с фиолетовая у нас будет фиолетовая ну в общем я не знаю что будет как будто будет все плохо мы вчера не смогли забетонировать у нас тут дождь передавали апокалипсис ну как обычно передавали но ничего не было легкая морозня прошла но ничего не было так мы сейчас там бетончик он уже скоро приедет вот новый инструмент db прислали гладилка с ручкой посмотрю как она работает но думаю что будет прикольно вообще это больше как контрольная рейка для вертолета как по мне для затирки но и возможно и бетон ровнять как раз попробую а так мы тут будем делать что ну короче грубо 110 квадратов будем заливать будем делать гладкий бетон марка м-300 с фиброй и армирование сеткой сетку во время заливки мы подымаем поднимаем подымаем поднимаем а потом на днях сделаю обзор на мини погрузчик на игоре на хайсом 380 много людей писали все за игорек ой все за погрузчик сделала небольшой обзорчик или большой в комментариях какой сделать плюс и минус и цена как он работает чего мало что не ломалась чего за частям техника хорошая так пока у нас миксер как обычно опаздывает решил снять обзор техника называется хайсом 380 или хисом 380 чистокровный китаец производстве него пробег сейчас за четыре моточаса есть свет пикалка карбюратор двигатель у нас бриттон стрэттон двигатель надежно хорошим дорогой можно купить продать двигатель купить машину по погрузчику гусеницы их можно купить как бы нормально все продается без если бы проблем по по самому погрузчику воздушное охлаждение вот таком изнутри минусы у него по запчастям их просто никаких нигде нет то есть вот у меня сломался датчик включения вентилятора все запчасти нет кидаем напрямую от аккумулятора на кнопку и охлаждаемся теперь сами когда нам надо славно место в этого погрузчика это насос вот этот насос тандем на 1010 он это болгарский по моему насос стоит родной китаец он как бы нормально долго работает но раз в год раз сезон или раз 400 часов рабочих он ломается ломается у него не сам насос сам насос сделан идеально там нечем ломаться вот насос вот переходник вот эта часть там она устроена как с насоса выходит шпонка одевается переходник на переходнике шпонка который сюда вставляется шестеренку и вот эта шпоночка она начинается временем гнуться и просто ломает сам вал на насосе насос китайский стоит 90 тысяч его понятное дело нигде нет насос болгарский можно найти в районе 50 пока что работает все нормально по ремонту вот за все время сколько у меня трактор как он работает что у нас гусеницы меняются каждый год разбираются все вот эти валики ролики все снимается все подшипники меняются подшипники но обычные подороже брать получше сальники вот это все тоже есть целом здесь ломаться нечему то стенки у него вот такие он весит почти тонну все ну ковш ковшик это у нас ковшик переделаны вот эта граница старого родного ковша это может до колхозе лесами потому что но объем ковша достаточно маленький а так техника достаточно мощная если у тебя хорошее сцепление с с дорогой с основанием то все он гребет что дурной если она там чуть мокрая ну как всегда ты все то ты буксуешь короче на месте вот такой у нас обзор за 2 минуты 50 секунд если туда будет интересно пишите а он на бензине 92 масло меняем каждые 100 часов двигатели двигатель вообще никаких проблем с ним нет то есть двигатель очень хорош и по навесному оборудованию где-то 50 насадок можно поставить со что можете представить и еще 40 вот единственный минус цена насадки равно половина стоимости трактора трактор новый на данный момент стоит в районе полтора миллиона с двухмесячным ожиданием и доставка в москву на вторичке где-то в районе 800 тысяч можно его взять так плюс его в том что он хорошо в газель помещается его маленький метр двадцать пять ширина вот это а нет метр десять ширина вот это длина ну не знаю сколько там полтора метра мост он приехал на миксер он немножко опоздал но это нормальное дело для миксеров пока загрузится пробки там они сгруженные все дела сейчас нас начнется заливаешь а я хочу еще знаете что сделать если попозже разбогатею куплю кубики для проверки бетона и проверю бетон фиброй и без фибры и как раз посмотрим это будет в режиме реального времени сейчас нам приехала семерочка в марка m300 за песочный бетон а следующая будет скорее всего пятерочка либо четверочка и все мы зальем двор загладим его цветом деформационную швы сделаем будет очень красиво вот подготовительные моменты когда миксера нет нас есть свободное время на мы ничего не делаем а когда миксер уже вот он крутится мы быстрее быстрее чистим колесо быстрее и быстрее идеально крутить вот мы выработали 7 кубов это загладили сейчас черновую мы называем это под плитку то есть мы один раз его проглаживаем стартовой гладилкой телескопической он сейчас чуть постоит мы второй миксер вы работаем и будем заглаживать натирать деформационную швы и там все это заглаживать все делать такой бетончик в общем забетонировали мы двор нарезали деформационные швы но я думаю видно что посередине и вот они идут там пошел небольшой дождик мы смели щетка для брошированного бетона смели воду вместе с песком сюда и заново загладили и обработали силером здесь мы еще щепня 4 куба распланировали супер хороший был камера сломалась камера не работала весь объект короче все что записал только на телефон вода мазина